Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Всем привет от Диты из Канады! И сегодня у нас примерки, показы, в общем, всё, что мы любим. И начнём сразу без долгих вступлений. Видите, в чём я нахожусь сегодня? Это платье Масима Дути, которое я купила. Я ходила в магазин, я примеряла его, ещё несколько вещей, но выбрала это платье. Вы его помните, по-моему, все его одобрили, все сказали, что это самое красивое платье из всех, которые я примеряла в Масима Дути. Я его купила, я тогда озвучила на цену и что там с чем. Если вы не смотрели этот ролик, обязательно посмотрите. Платье стоило 80 долларов на селе. Ориджинал прайс был, по-моему, 150. И я покажу с ним несколько образов с этим платьем, которые я собираюсь носить осенью, потому что, как это не печально, но осенью за горами, не хочется об этом думать. На улице жара, дома работает кондиционер. А я вам буду сегодня примерять платье с плащами, с фитарами и разными другими кофтами. Стоит у меня мешок живописно, но как бы как-то он меня не влез в кадр. Я так хотела с ним красивенько сфотографироваться. И заодно, чтобы два раза не вставать, я хотела вам показать мои новые украшения, которые я купила. В тот же самый день, когда я была в этом моле и примеряла это платье Масима Дути, я зашла в магазин, который называется Меланилин. Вот это вот мешочек от него. Это наш американский магазин. В нем продаются одежды, украшения. Такой не очень дорогой магазин, но и средний такой. Ну, в общем, не очень дорогой. Не то чтобы дешевый, немножко дороже, чем масс-маркет, чем H&M, там, Zara и так далее. Ну, в принципе, примерно так, те же цены. И для женщин 50 плюс 40 плюс, там мало молодежной одежды, в основном все такое взрослое. Но я там мало, очень мало, что редко покупаю, потому что я же женщина не взрослая. Мне одежда для женщин 50 плюс 40 плюс не подходит. Но это я щучу. Так вот, на украшения я люблю там, украшения покупаю. И хотела вам показать, что я купила. Во-первых, я хочу сказать, что я, как оно все запаковано, вот они мне каждое украшение положили вот в такой вот мешочек. Правда, классно? А, и я хочу сказать, что все это было на селе, на распродаже. И я, по-моему, сняла этикетки, сейчас я проверю. Ну, все они стоили где-то порядка там 25-30 долларов, а я их покупала за 5, за 6, за 10 максимум, по-моему. Но при этом мне вот выдали вот такой вот красивый мешочек, и каждое украшение положили вот в такой вот, вот такой вот пыльничек маленький, красивый, что приятно, конечно, мелочь, но приятно, никому это не нужно. Я их, конечно, не буду так хранить, я просто их вот держу, потому что я хотела снять видео, а потом уже все это вытащить. И давайте я вам покажу, что я купила. А если кому-то неинтересно украшение меланилит, то прокрутите вперед, и вы увидите мои примерки, моих аутфитов на осень, которые я собираюсь сделать вот с этим вот платьем, от Масси Матур. Первое украшение, это такая... Вы знаете, что я, наверное, сниму эти серьги, в которых я сейчас нахожусь. Надела я их для красоты и для одного из образов, которые я покажу с этим платьем. Но украшения, которые я собираюсь примерять, совершенно не подходят к ним, поэтому я их сейчас временно изничтожу. И давайте будем мерить. Первое украшение, это такой... Ой-ой-ой. Убегает. В общем, на все как-то вывернулось. Сейчас, секунду. Кожаный, ну, не настоящий кожаный, я думаю, шнурок. Вот с такими вот металлическими трубочками, золотистыми. У меня есть похожее украшение. Я вам показывала, когда я показывала свои золотые украшения, у меня есть похожее украшение из золота, вернее, кожаные такие шнурки, и здесь висит такая золотая звездочка. Вот это такой же плавный. Я такие украшения люблю, очень их уважаю и люблю их носить. Поэтому я его прикупила. Давайте будем мерить. Я надеюсь, оно хорошо легло. Мне плохо видно без очков. Вот так вот оно выглядит на шее. Довольно симпатично, по-моему. Вот такое украшение. Это первое. Следующее украшение, это украшение из желтого золота, ну, прямо желтого при желтого. Очень нежное, очень такое... Ну, такое нежное. Маленькая, небольшая цепочка. И на ней здесь сделаны такие элементы, вот такой вот зеленый, как будто бы под малахит камушки. Это все не натурально, это все, конечно, пластик. Здесь сделано вот такое одно звено, довольно такое большое, отличающееся от других звеньев. И две такие вот висюлины. Ой, три даже висюлины. Как бусины, один жемчужина, зеленый и какая-то такая рубик металлический. Давайте мерить. Вот так он выглядит на шее. Я понимаю, что вот это вот звено должно быть в центре, вот это зеленое сбоку, здесь эти вот чаймы, бусины. Ну, или можно повернуть, как хотите. Кстати, подходит к моему платью, зеленые вот эти бусинки. Я себя плохо вижу, потому что я без очков. Деркало у меня далеко. Сейчас пойду посмотреть. Окей, посмотрела, расправила. Надо вообще завести манеру, снимать и держать зеркало возле себя, как, кстати, многие блогеры делают, потому что в телефон не очень хорошо видно, а зеркало видно лучше. Ну, вот так вот он выглядит. Очень нежно, симпатично. Мне очень нравится. Следующее украшение – это вот такая вот длинная цепь с такими сиреневыми стразами, кабошонами, вот такими вот кристаллами сиреневыми, вот такими вот такой формы кристаллы. И внизу висит кулон, тоже сиреневого цвета, в золотом бромлении. Замечательно красивое украшение, по-моему. Сейчас я попробую на себя его надеть. Надеюсь, что будет видно, потому что сижу я, в принципе, это надо демонстрировать стоя. Ну, вот так вот, оно довольно длинное. Где-то, видите, вот до сюда. Вот так вот оно висит. Я сейчас его попробую немножко повыше поднять, чтобы вам лучше его разглядеть. В принципе, если очень захотеть, его можно застегнуть вокруг шеи два раза, обернуть и сделать вот такой вот длины, чтобы он, кулон, находился вот где-то в декольте. А так, в принципе, оно довольно такая длинная цепочка с красивыми камушками, с очень красивыми, нежно-сиреневого цвета кулон и вот бусин. И последнее украшение, массивное, большое, это такие жемчуга, тоже золотая цель, золотая цель на дубиту. И разные жемчуга. Видите, здесь есть бусины такие оплетенные металлической проволокой, есть просто жемчужные бусины, есть прозрачные вот такие вот бусины. Два ряда их. Здесь довольно такая массивная цепочка. Тут тоже вот оно все это на такой массивной цепи. Вот такая вот, такая вот колье, такая вот колье. Сейчас я вам тоже его примерю. Вот так вот оно выглядит. По-моему, очень так смело, ярко, как я люблю. Тоже, в общем, эти бусы довольно хорошо выглядят. Ну, такие большие, яркие, нарядные бусы, массивные, но такие интересные, по-моему, очень интересные. Все, на сегодня с украшениями все. Давайте перейдем к примеркам образов на осень с платьем от Массимы Дудь, которое я покупала на ваших глазах, можно сказать. Первый образ. Условно осенний. Ну, собственно говоря, платье-то не особенно летнее, поэтому я как бы создаю осенний образ. И на самом деле, он такой наряд. В принципе, может быть и на осень, и в принципе, может быть и на на лето. Ну, просто в нем жарко, в этом платье летом, когда жарко. Лето, ну, не очень жарко, так вполне. Я, наверное, сейчас подойду поближе, чтобы показать детали. Я ничего не делала с ним, особенно я просто взяла вот такую вот сумочку со стразами, босоножки тоже со стразами, и сережки, в которых я сидела, если не видно, то я сейчас подойду поближе, чтобы вы видели. Вот так выглядит сумочка, вот так выглядят босоножки. Ой, наверное, мне надо применить немножко угол камеры, чтобы выловить. Сейчас. Вот так выглядят босоножки и сумочка, которая очень к ним подходит. В принципе, я вам хочу сказать, что так можно надеть любое абсолютно платье. Почти что любое платье будет выглядеть нарядно с такими босоножками и с такой сумкой. Ну и сережки у меня в тон. Я сейчас попробую их показать вам. Это ужасно смешно, что я показываю себе частями, но что делать? Вот так устроена камера в телефоне, что целиком очень трудно себя заснять в деталях, поэтому вот серьги и сумка, которая к ним подходит и босоножки вывезти. Ну вот, чуть-чуть похолодало. Представим. Если вы слышите, девочки, странный шум, так это кондиционер. У меня как раз камера, телефон стоит рядом с выходом кондиционера. Может быть, шумно, странный, странный такой гудящий звук. Не обращайте внимания. Так вот похолодало. Мы выключили кондиционер и надели сапоги. И вот так вот оделись. Это у меня такой свитер-пончус. Две такие, просто такой, вы знаете, вязаные трикотажным горлом понча с прорезем для рукавов. Вот так вот он выглядит. Плохо. Удобная вещь, кстати. И, ну, знаете, когда вот хочется, что-то накинуть такое сверху, чтобы не думать, чтобы не умежало, нигде ничего не завязывалось, ничего не это. Вот просто так вот бросила ее сверху. Тепло, удобно. Единственное, что, если очень плотно, то поддувает вот эти дырки. Ну, и сумочку я только взяла светло-зелененькую в том платье, ну, чтобы освежить. Немножко освежить, потому что она так мураченько получилась. Следующий образ – это, можно сказать, бежевый монохром с зеленым платьем. Бежевый под кожей, кожный нигде в плаще, эти сапоги, вы видели у меня их тысячу раз. Я покупала их в Заре несколько лет назад. Сомневалась, покупать, не покупать, но очень ими довольна. Они очень удобные. Я их ношу очень много лет. Ну, года три. Очень много лет. Года три-четыре, наверное, им. Я сомневалась, потому что белые сапоги – это как-то, ну, не знаю, не совсем, может, практично, удобно. Но я, в основном, передвигаюсь на машине. И, в принципе, ничего-то не случилось. Они как новые. У меня я их очень-очень люблю. И они абсолютно по всему подходят. Это совершенно базовая вещь. Потому что они, вот этот цвет, это так же, как и черный. Он подходит абсолютно по всему. Так же, как и эта сумка. Так же, собственно говоря, как и этот плащ, который я надела с этим платьем. Но, в принципе, можно надеть абсолютно это с любым платьем, с любым, абсолютно все, что угодно. Надеть вниз под этот плащ, с сапогами, с этой сумкой. Любую цветную вещь, любую яркую вещь. Может быть, юбка со свитером какая-то. В общем-то, абсолютно все нейтрализовавшее верх вот этой вот натуральной оттеной одежды. И, в принципе, вполне, вполне, вполне хорошо. Пояс, здесь есть пояс, он завязывается на пояс. Я не встала уже, потому что, собственно, хочу, чтобы было видно платье. Следующий образ это зеленый монохром. Нашлись у меня даже зеленые сапоги, которые, в принципе, тоже им 1500 миллионов лет уже. Я даже не помню, где их покупала, когда лежали, 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 до зеленого платья, что можно делать в монохром. Плащ этот из манго. Но покупала я в них манго в одном из наших стоков. Вы знаете, у нас есть эти магазины типа Чечи Макс, такой у нас называется Винмерс, Маршалс, где продаются вещи из Ары, из манго, из разных-разных брендов. И Хилфигер, и Келлен Клайн, и все вот эти бренды, абсолютно все. И вот в одном из этих магазинов я купила этот плащ. И сумочка у меня зеленого цвета, напомню, очень подходит к этим сапагам. Вот там, посмотрите. Прям в том в том. Ну вот такой. Плащ этот тоже завязывается, здесь есть пояс, но я тоже не буду, потому что хочу, чтобы вы купили. Платье зеленое. Красивый очень плащ, я его очень люблю. Ищу карман, не могу найти. Есть карман, но не важно. Очень люблю этот плащ, потому что он потрясающей красоты, цвета, изумрудного. Нашу его с удовольствием. Но вот в этом варианте, вот под этот плащ нужно что-то однотонное, или, в общем, ну, осторожно, нужно сочетать его с другими вещами. этим он как бы не очень практичен, но не могла им пройти именно такого красивого цвета, и очень хорошие цены. Стоил он долларов 30, что-то такое. Вот. Но в данном случае с темно-зеленым платьем, темно-зеленым сапогами и сумкой, по-моему, выглядит вполне неплохо. И хорошо. Но с другими, конечно, вещами сочетать его надо осторожно, и я его как бы так, ношу не очень часто, потому что нелегко это сделать. Ну и все, дорогие друзья, надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что вам понравились мои примерки, мои украшения, мои идеи с платьем этим из Массима Дутти. Вообще, оно, конечно, ужасно универсальное. Его можно носить с чем хочешь, как хочешь. Очень-очень много вариантов, очень много опций. Можно из него сделать нарядное платье, можно не очень. А на этом все. Люблю, целую. До новых встреч. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Дико из Канады.